всем привет вот и настал тот час мы едем смотреть мне новый мотоцикл как новый но новый старый мотоцикл старый наверное даже мягко сказано новый древний мотоцикл это будет ts200r двухтактный эндуро помогает в этом нелегком друзья мне серёга привет всем привет так получается что серёга как раз тоже меняет мотоцикл но серёга решил идти по харду у нас совсем по хардкору я бы даже сказал что ты там хочешь взять юз 250 в чём примете это это уже серьезный красавчик у него лошадок на 60 там 56 примерно под 60 так что как раз наверное если все хорошо получится к следующим выходным будем на новых мотоциклах не будем как говорится забегать вперед на фотографиях все было довольно неплохо но посмотрим как он в живую да это повторюсь именно эндуро двухтактный не красач он отличается тем что довольно серьезно дефорсирован у него порядка порядка 35 лошадей ну подвески помягче сиденья помягче покомфортнее и так далее я думаю после кая более чем достаточно 35 лошадок в общем посмотрим доехать нам я думал часа за четыре доедем навигатор пишет что нам пять часов ехать самое главное успеть до темна его посмотреть вот кроме того вести мы его планируем если конечно нам все понравится в машине попробуем его запихнуть сюда я думаю нам удастся ну что едем смотрим едем из пятигорска в город обширонск краснодарского края да 340 километров нам осталось примерно только мальчик только выиграем давайте так и начнем подшипники тоже задние подшипники надо менять ну его и план стоит либо маятник или колесо маятник вроде нормальный колесо ну попробуй сам дыха на ногу как бы на всех мне кажется есть не ну это ладно подшипник здесь второе подшипник маятник подшипник маятник вроде нормальный а ты так за колесо не поймешь что прямо за маятник попробуй маятник маятник если втулки на амортизаторе тоже подбит а тут смазка раздельная да смазка масло все работает кто-то умудряет заглушить бывает ну да в лесу стоят когда им кто-то подойдет ну просят масло чтобы бачки этот капает тоже чуть может переливать стоит долго может подливать потому что трубка слабая может быть с нее болтается чуть болтается заводится вообще без проблем по мотору это в любое время джинни а давно с японии в общем вот в японии вообще он пришел во Владивосток где-то в декабре 15-го как раз на 16-е а я забрал где-то его число ну в апреле где-то в марте-апреле я забрал радиаторы не течет датчик работает если температура поднимается радиатор здесь выкидывает лампочку антифриз новый все жидкости не ездит почти радиатор вроде ровный все пересухи ну да пересухи масло вязкость какую-либо 7,5 мотюль синтетика радиатор подтекает туда сразу залил и сюда а вот нокрый а можно до этого сейчас таки аж помыли чуть а может быть антифриз он слабкий чуть ну да вода там залитый синий ну по крайней меру ровный радиатор это уже хорошо смотри вон новый концентрат перья вытаскивали полностью промывали заново заливали масло завтра задник полностью перебирали мастер отдали да я же вижу как новое тут покрытие было чуть-чуть на этом штоке посеченную отдавал в краснодаре в мастерскую делали новое покрытие утолщенное новое сделали полностью шток восстановили родной поставили все четко у них просто болезнь они приходят все кони этот штук коцочки какие-то и этот на манжете попадает да и мы солидно начинаем пропускать заднюю конечно надо тоже подкидать полоски вон эти все флафонары сбросные возгул сбрасывать понял сбросные это это плюс потому что вот этой вилке тоже возгул надо подшипники передние новое передние да нормально все целюшку естественно перетягивать родная уже потрескалась от старых да это вроде ничего не хрустил живая вроде ничего геморроя нет вообще никакого особого только понять на звезду да конечно минимум тросик надо либо смазать ли стоит полон понятно вообще она мягкая нагревается нормально может эта смазка под замерзл тоже стоит чуть выхладно блин слушай левой рукой не так просто жар даже утолкать тяжело будет это да по электрике все работает да да вообще ничего сида сигнал все поворотники задние есть зеркала есть стартера электрическая жалко нет ну заводится и без стартера вот удивительно для двухтакников легко вообще с пол тыка знаешь вот холодно хоть не холодно что для этих для двухтакников чувствительно есть такие шиши заведешь а этот прям вот так вот видимо с японию настроили никто туда не лазил все слаженно работает что за резина китайская подшипники смазывали все промывали прогрессию смотрели все целое хорошо все промыли все составили или в то нет по крайней мере заведем давай да ну будешь прогреется чуть-чуть сигнал конечно огонь а задние есть да поворотники да это горит масло сейчас нету почти мало масла даже стопат горит да переднее только что надо подсоединить там не знаю что там не дело это мелочь да масло хоть чуть есть ну вот есть все нормально ну да прогрелся идеально сейчас сразу прокатиться чтобы он прогрелся ну да если подсоединить договоримся прямо 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 а 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 вали там конечно да ну да я даже газ полностью стрелка уходит китайцы Задистый. Да не, он не сильно высокий, да? Нормально. Можно крутить выше, где ниже. Ниже делается? Не, она не права. Вот на мотоцикле Сергея такой же мотоцикл. Отвратительно заводится. А этот вообще заводится из пути? Да. Карбюратор на стенде. Мы сейчас что-нибудь делали. Просто от него ушёл. Мудренький. Да, едет так нормально. Двенадцать, а? Нет, я не буду глушить вот этот маслобак. Да нет, я не буду. А то у нас кадрики позаглушили. Ой, вдруг выйдет из строя поршневой хана. А потом бегают, бензин ищут. А у кого нормально в маслобаке? Это во-первых. Во-вторых, там масло подаётся на переднюю стенку цилиндра. Да, да. Он начинает голодать. То есть он рассчитан на завод. Если он дымит, всё нормально, на прогретую дымок идёт, всё ему хватает. Так он сам дозирует сколько надо. Ресурс вообще у них сколько? Ты ж двадцать, интересно? Тридцатка. Тридцатка. Поршневая. На резину тебе, на звезду. Ну резина сколько? Тысяч пять, звезда две с половиной сто. Ну цепь ещё надо, скорее всего переднюю звезду. Ну цепь, да, передняя. То есть всё скорее всего... Сколько? Две с половиной цепь где-то, две с половиной звезда. Давай девяносто пять, и погрузили. Девяносто вось. Давай девяносто вось, договорились. Ну что, можно меня, наверное, поздравлять с покупкой Серега Покажи этого красавца В принципе, состояние соответствовало фотографиям Единственное, что нужно поменять Это цепь со звездами Заднюю резину И подшипник в заднем колесе Да и все, пожалуй Да, ездили так бодренько Прокатились на нем Мопед огонь Да, учитывая, сколько ему лет И цена никого не Да, цену уступил нормально так Я думал, он там сейчас пару тысяч сбросит Сидит такой, я сижу и думаю Блин, а я бы его из стопы отдал за этот мотоцикл Он сидит и думает, блин, а я бы 95 бы отдал Ну, короче, все довольны, все счастливы Едем домой Ждите покатух на этом мопедке Ждите его обзора До новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!